Теракт в Крокус-Ситихоле не оставил никого равнодушным и еще больше сплотил россиян. Вся страна скорбит по невинным жертвам этого чудовищного преступления. Люберцы разделяют боль людей, которые потеряли своих родных и близких. На девятый день после трагедии в городском округе прошла памятная акция. Там работали мои коллеги. Траурная акция под песней Муслима Магомаева. Имя выдающегося певца и композитора носил концертный зал, который стал местом кровавого теракта. Теперь песни народного артиста обрели новый смысл и ассоциируются с жертвами страшной трагедии. Мы все под Богом ходим, мы не знаем, где что может. Мы со своей страной вместе. Это очень страшно, когда вот так все происходит, когда невинные люди погибают. Когда такие люди приходят, они собирают жизни людей вообще ни в чем не повинных и детей, которые должны были жить. Но они живы, когда мы их помним, будем всю жизнь помнить. Мы стараемся сделать все, чтобы люди об этом не забыли и помнили. И чтобы такого больше никогда не повторялось. Мы волонтеры и мы всегда рядом. Ровно в 19.52 время, когда террористы открыли огонь, была объявлена минута молчания. Затем благочинный церквей Люберецкого округа Вячеслав Новак совершил заупокойную литью по погибшим. Теракт в Красногорске унес 144 жизни. Среди жертв пятеро детей. У часовни всех святых сотни люберчан помолились за невинно убиенных. Я искренне желаю вам мира, любви, глубокого взаимопонимания друг с другом. Цените жизнь, какая она есть. И спасибо большое, что вы все здесь сегодня собрались. Наш город самый ценный. И давайте его беречь своей любовью. Храни вас Господь. Во время возложения цветов многие не скрывали слез, но плакали не только люди. На протяжении всей памятной акции моросил дождь. Кажется, что сама природа скорбит по тем, кто в одночасье превратился в белых журавлей. Время уносит в далекие бездны. Но мы будем память хранить навек. Мы будем, как у Магомаева в песне. Журавль свободен, скорбит человек. Луиза Эйгия Зарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов. Телеканал ЛРТ.